Добрый день, я Ольга Дужак, журналист «Властная инфо», и сегодня мы общаемся с Маргаритой Скавронской, которая является исполнительным директором дубайской консалтинговой компании «МСК Групп», и сегодня мы поговорим о возможностях украинского бизнеса в Дубае. Какие основные виды сотрудничества Арабских Эмиратов и Украины? Я, наверное, не удивлю слушателей и зрителей, если скажу, что основные виды сотрудничества – это АПК, агросектор и IT. Если говорить о агросекторе, в феврале представители нашего пищевого сектора, пищевого бизнеса, наши производители были в Арабских Эмиратах, в Дубае. Мы принимали их с удовольствием в течение Галффуд. И как раз в этот период Ольга Трофимцева и нашим министрам АПК было подписано соглашение о сотрудничестве в агросекторе между Эмиратами и Украиной. И вот как раз в этом ключе достаточно большое количество совместных проектов Украины и Дубая уже стартовали с нашей консалтинговой поддержкой в сотрудничестве с компанией «Украинский бизнес-хаб». На текущий момент наши производители – Чумак, Экония, Петрус, Феникс – они выводят свои продукты на рынок Арабских Эмиратов. И мы, как консалтинговая компания, с удовольствием им в этом помогаем. Мы работаем по поддержанию не только украинцев, но зачастую к нашей помощи прибегают и арабские партнеры, которые сотрудничают с украинскими производителями. К примеру, один из проектов, который мы поддерживаем со стороны арабского заказчика – это закупка грунта в Украине. И наши заказчики будут эксклюзивными представителями на территории GCC – Галф стран, стран Персидского залива. И огромное количество работы уже сделано, и проекты эти развиваются. А если говорить об IT-секторе, это, как правило, аутсорсинг. И в ключе в целом трендов Эмиратов, наш шейх Мухаммед бин Мактум, он объявил, что до конца 2020 года все государственные организации должны перейти на блокчейн-технологии, бездокументарный процесс. Поэтому у нас невероятно талантливые программисты, и огромное количество совместных проектов разворачивается в отрасли IT. А мы с нашей стороны, мы пытаемся сводить украинский бизнес с необходимыми контактами. У нас, как у компании, заключен договор о сотрудничестве с шейхом Джумой, Мактум, это Royal Family, то есть поддержка, которая необходима бизнесу на территории Эмиратов, организационная, консалтинговая, юридическая, финансовая, HR, рекрутмент. Как правило, каковы интересы украинского бизнеса в Арабских Эмиратах? Интересы украинского бизнеса, они имеют две стороны. Первая сторона – это объективный бизнес-интерес, когда Эмираты рассматриваются как рынок сбыта для товаров, либо услуг, либо физического присутствия. И вторая группа – это такая нефизическая интернационализация и глобализация бизнеса. Если мы говорим о первой группе интереса, то мы поддерживаем полный цикл украинского бизнеса, который выходит на рынок Арабских Эмиратов. Начиная от зарождающейся идеи, когда необходимо маркетинговое исследование, когда необходимо понимание того, насколько устойчива бизнес-модель, либо продукт будет на рынке Эмиратов. Потом, переходя уже к реализации идеи, понимание того, в какую юридическую форму и в какую компанию должен быть упакован этот бизнес. Далее, уже переходя к анализу договоров, юридическому консалтингу и минимизации рисков наших клиентов, украинцев, на территории Арабских Эмиратов. И дальше уже HR, рекрутмент, и много визовых вопросов и так далее и тому подобное. И, конечно, это бизнес-контакты. В Дубае это называют васта, у нас это называют связи. Но, тем не менее, наверное, такой двигатель прогресса и бизнеса, он присутствует в каждом бизнес-энварменте. Это такой позитивный и полезный фактор в любой среде. И если говорить о второй группе потребностей, интернационализация, это лояльная безналоговая страна. Это знают все, бизнесмены. И поэтому многие элементы визового режима, многие элементы налогового резиденства для собственников нашего бизнеса полезны и для бизнес-имиджа, и для многих других процессов. К примеру, заключение контрактов зачастую с Украиной от европейских стран, от Азии, от Африки затруднено в связи с недавним статусом Украины, военным конфликтом. А заключение контрактов от арабской страны, оно и от Эмиратов, оно более легкое, ну, уже не упоминая те, скажем так, финансовые преференции, которые получают бизнес, работая и инвайсируя, и осуществляя продажи от имени арабской компании. Маргарита, чем Вы можете помочь украинскому бизнесу в Арабских Эмиратах? Первое, что меня будет интересовать в разговоре с представителем бизнеса, будет узнать его потребность. Исходя из потребностей, я буду ориентироваться в том, какой блок наших работ и нашей помощи тут необходим. И если это общий бизнес-интерес и сейлс-интерес к странам залива, и если это интерес бизнес-девелопмента, развитие и продаж, тогда это с нашей стороны мы будем помогать оценить идею, реализовать идею, придать необходимую юридическую форму. Ну, не секрет, что Эмират – это страна, которая живет по шри-а законодательству, по исламу, поэтому даже в продажах товаров есть определенные особенности. Подходить к анализу договоров нужно с пониманием регуляторики, с пониманием законодательства ЮИИ и так далее. И если мы говорим о второй группе украинского бизнеса, которые задумываются об интернациональном и глобальном статусе их бизнеса, тогда это разработка их структуры, холдинговой структуры. Многие наши бизнесы уже экспортируют. Многие наши бизнесы уже задумываются и уже имеют компании в Восточной Европе, за пределами Украины. Достаточно много лояльных европейских стран уже имеют наши компании, компании нашего бизнеса зарегистрированы. И наш бизнес уже знаком с этим инструментом, он знаком с работой с компаниями, которые зарегистрированы в других странах. Но, тем не менее, и финансовые потоки должны быть спланированы с учетом соглашения об избежании двойного налогообложения. И холдинговая структура должна быть проработана с учетом налоговых последствий самого собственника, физического лица. И вот этот процесс и разработка вот этой вот холдинговой елочки, это наша задача. И в этом всем процессе учитывается, естественно, пожелание наших клиентов. У кого-то это защита, у кого-то это статус, у кого-то это конфиденциальность и многое другое. У кого-то это защита IP, intellectual property. То есть на вот этот процесс, на логику структуры могут влиять многие факторы. А кто-то просто хочет понимать, какое налоговое резидентство и ему, как индивиду, как собственнику активов, будет наиболее комфортно, продуктивно и удобно. Нашему производителю необходимо понимать особенности ведения бизнеса. Не только производителю, но любому представителю бизнеса, имеющему определенный интерес на территории Арабских Эмиратов. К примеру, продажи в Эмиратах не осуществляются от лица украинской либо любой другой международной компании. Необходим определенный сабстанс, либо необходимо заключение договоров с местными агентами, с местными дистрибьюторами. И вот это юридически тонкий вопрос, поскольку поширя, если компания заключила договор с одним дистрибьютором, это практически пожизненное рабство. Поэтому вот эти рисковые моменты, эти практические подводные камни, мы их минимизируем для наших клиентов. Какие успешные примеры сотрудничества есть в вашей практике? Я очень горжусь сотрудничеством с Ukrainian Business Hub и тем, что уже поставки физически осуществляются от наших больших известных вам производителей. Я не буду перечислять названия компании, но это F&B-сектор, это минеральные воды, это детское питание, это сладости, печенье и так далее. Алкоголь возможно, но ввиду специализированной локальной регуляторики это еще требует определенных дополнительных усилий. Это проекты по закупке в Украине грунта, это проект по организации блокчейн-академии на территории Украины. Кстати, этот проект – это инвестиции арабской стороны. Не арабские деньги, это другие национальности, но тем не менее это уже процесс и рабочие места, которые будут инициированы иностранным бизнесом на территории Украины. И огромное количество кейсов по холдинговому структурированию, когда компании на территории Дубаи и Арабских Эмиратов необходимы для бизнеса, для их международного статуса. Тут ввиду конфиденциальности клиентов я не буду перечислять имена, но вот направление я вам указала. И я вижу огромный потенциал еще в дальнейшем сотрудничестве в IT-секторе, так как все чаще и чаще мы наблюдаем интерес наших арабских клиентов к software development на территории Украины. Большое спасибо, Маргарита, было очень интересно. Я надеюсь, мы скоро встретимся и в Дубае, и в Украине.